Я криминальный журналист. В моих архивах исключительной важности дела. Большинство из них под грифом «секретно». О них вы не узнаете из газет или журналов, как и о тех людях, кто разоблачал жуткие злодеяния преступников. Сегодня одно из таких загадочных и чрезвычайно необычных дел. Все началось с громкого покушения. Сергей Капица, известный ученый и ведущий программы «Очевидное невероятное», выходил из института. Он не заметил, чьи-то внимательные глаза следят за ним пристальным и ненавидящим взглядом. В следующую секунду неизвестный выхватил топор. Истекая кровью, ученый осел на ступени. А человек с топором бросился бежать. В тот момент никто и подумать не мог. Дерзкое нападение – лишь звено в цепочке необъяснимых преступлений. Но пусть об этом расскажут профессионалы. Владимир Аптекарев считает, успех приносит расследование мельчайших деталей. Людмила Полаганская обладает поразительной интуицией. Готовы рассматривать даже фантастические версии. Юрий Косачев участвовал в раскрытии самых сложных дел. 75-й год. В стране политический штиль. Самое обсуждаемое событие – открытие пунктов приема макулатуры. Ребята по всей стране собирали макулатуру. Все эти тюки превратятся в рулоны новой бумаги. За 20 килограммов старых газет отныне можно получить талон на покупку дефицитных книг. Рассказы Канан Дойля, романы Дюма, сказки Андерсона. А по телевизору впервые показывают никому еще неизвестную певицу Аллу Пугачеву. Она стала победительницей болгарского фестиваля «Золотой орфей». СССР и США идут на невиданное сближение. На околоземной орбите происходит стыковка нашего союза и империалистического Аполлона. А в Москве начинается расследование беспрецедентного уголовного дела. Окровавленного капецу на скорой доставили в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы. Одно из ранений оказалось глубоким. Произошло внутричерепное кровоизлияние. К счастью, врачи сделали невозможное и спасли жизнь известного ученого и телеведущего. Но кто же совершил дерзкое нападение? Оперативники получили крайне расплывчатое описание. Среднего роста, средних лет. Рядом с местом покушения изъяли несколько окурков. Вероятно, в ожидании капицы преступник нервно курил. Сыщики выдвинули версию. Человек с топором, кто-то из научной среды. Возможно, физик-неудачник решил отомстить капицы за отрицательную рецензию. В этот момент в соседнем районе произошло новое ЧП. 75-й год, Москва. Немолодая женщина с трудом донесла сумки до квартиры. Несколько раз нажала на кнопку звонка, но муж почему-то не открывал. Пройдя на кухню, женщина выронила продукты и не смогла сдержать крик ужаса. Ее супруг лежал в луже крови. Погибшим оказался преподаватель музыкальной школы, баянист Василий Романов. Кто-то выстрелил ему в голову, в упор. Людмила Полаганская приехала в квартиру Романова одна из первых. Следователя удивила картина преступления. Почему нет абсолютно никаких следов борьбы? Что это? Самоубийство? Но рядом с погибшим не было пистолета. Полаганская обратила внимание на одно обстоятельство, которое нарушало идеальный порядок. Были обнаружены на полу частицы будильника и стрелки от будильника. Но это вполне естественно, поскольку на кухне всегда, почти у каждого хозяева есть часы. Разбитые часы. Тогда еще никто не догадывался, что это непростое совпадение. Поступили первые данные из морга. Внутри черепа Романова патологоанатом обнаружил мелкокалиберную пулю. Обычно такими стреляют из так называемых мелкашек. Неужели убийца заявился в квартиру Романова с винтовкой наперевес? В Москве? Среди бела дня? И чем дальше, тем больше было тайн. Первая загадка. Пуля, извлеченная из головы учителя. Она оказалась изготовлена кустарным способом. Из сплава олова и свинца. По этому следствию пришло к выводу эксперта, что пуля была выпущена из самодельного устройства. Самодельная пуля и самодельное оружие. Кто и зачем его сконструировал? В квартире убитого учителя был обнаружен окурок с характерным прикусом. Но ведь Романов не курил. Тогда кто же его оставил? Убийца? И тут эксперты огорошили. А ведь точно такой прикус имеет окурок, найденный на месте покушения на жизнь известного ученого и телеведущего Сергея Капицы. Совпадение? Случайность? Профессор Капица человек был публичный. Вся его жизнь на виду. А учитель игры на баяне Романов? Еще раз посмотрите на это лицо. Тонкие, плотно сжатые губы, напряженный, недобрый взгляд. Какая между ними связь? Да и есть ли она? Но правда оказалась куда более страшной. Скромный учитель был вовсе не тем, за кого себя выдавал. Сыщик Владимир Аптекарев провел в архивах несколько недель. И нашел пожелтевшую от времени справку. Из нее следовало. Романов Василий Георгиевич. В 41-м году проходил военную службу в гарнизоне Брестской крепости. Демобилизовался из-за болезни желудка 21 июня. Демобилизовался 21 июня? Ровно за день до начала войны? Снова совпадение? Или Романов знал о начале войны? Кто убивает мирных жителей? Напал на известного ученого. И расправился с майором КГБ. Сначала нам даже не давали допросить его в больнице. Стреляющие часы. По ком зазвонит будильник? Охота на призрака. Невероятное дело под грифом секрет. Даже сегодня еще происходят судебные процессы над бывшими нацистами и их пособниками. Многие помнят недавнее дело Ивана Демьянюка. Этот изувер не просто служил охранником в концлагере. Он пытал и калечил людей, и так приговоренных к газовым камерам. А в 70-х годах бывших полицаев и фашистских приспешников выявляли регулярно. Военный трибунал, учитывая его активную роль в карательных операциях немецко-фашистских оккупантов, непосредственное участие в нескольких убийствах и стязаниях советских людей, считает необходимым применить к нему исключительную меру наказания, смертную казнь, расстрел. В КГБ СССР существовал специальный отдел, ориентированный исключительно на розыск военных преступников. 75-й год. Москва. Таким же на самом деле был Романов. Сыщики установили весьма подозрительного человека из окружения убитого музыканта. Некто гражданин Никодимов. При проверке выяснилась настоящая фамилия Никодимова Штаубе. Посмотрите на это лицо. По-военному короткая стрижка, властный и даже презрительный взгляд. Вероятно, офицер. Но какой армии? Вскоре установили, Штаубе был офицером советского МГБ. Активно боролся с националистами Западной Украины. Настолько активно, что был осужден на 11 лет лагерей за пытки мирных жителей. Свой срок Штаубе отбыл от звонка до звонка. Получалось, Штаубе Никодимов в военные годы никак не контактировал с Романовым. И постепенно военная версия убийства становилась все менее очевидной. Как вдруг в Москве новое ЧП. Школьный сторож просыпается от женского крика. Пенсионер выглядывает в окно и видит. Девушку преследует коренастый мужчина. В его руке обрез. В следующую секунду грохочет выстрел. Школьный сторож побоялся выбежать на улицу. Ведь у него был только свисток. Но он вызывает милицию, а потом включает внешнее освещение. Мужчина с оружием на секунду оборачивается, видит сторожа в окне и бросает истерзанную девушку. К сожалению, убийство уже произошло. Оно было совершено с применением оружия. Это было звездки тяжкое преступление. 22-летняя студентка не дошла до своего дома каких-то 50 метров. Кто же напал на беззащитную девушку? Оперативники составили списки жителей соседних районов, кто владел охотничьим оружием. Благодаря этому убийцу вычислили спустя сутки. Им оказался электрик Николаев. Перебрав со спиртным, задумал изнасилование. А получив отпор, открыл стрельбу возле школы. Сыщики понимали, совершить хорошо спланированное нападение на баяниста Романова и тем более на профессора Капицу, спившийся электрик был просто не способен. Тогда кто же? Расследование все больше напоминало охоту на призрака. А неизвестный, вооруженный странным устройством убойной силы, никак не выдавал себя. Но через три года зверь выполз из своего логова. 78-й год, Москва. Жительница девятиэтажки на улице Силанской очень удивилась. Входная дверь ее соседа по площадке распахнута. Хозяин нашелся на кухне. Голова в крови, под левым глазом пулевое отверстие. Погибший пенсионер Виктор Корупаев проживал в квартире один. В погонах он не ходил, конечно, тем более, чтобы напить сего. Это, насколько мне известно, что он бывший работник НКВД. Ветеран НКВД? Это было интересно. За что его убили? Чья-то запоздалая месть? Ограбление? Или что-то иное? Милиция провела осмотр. И тот же почерк. Рядом с трупом лежали шестеренки от часов, осколки стекла и стрелки от будильника. Пуля оказалась самодельной. А вот из чего она была выпущена, так и осталась загадкой. Все эксперты в тот период времени пришли к выводу, что даже приблизительно тип оружия, из которого было совершено это убийство, они определить не могут. Невероятно! Невозможно установить даже тип. Ружье? Нет. Пистолет? Пулемет? Снова нет. Тогда что же? Вам не кажется это знакомым? Сравните фотографии с места убийства баяниста Романова и отставного офицера НКВД Корупаева. В обоих случаях смертельный выстрел произведен в голову, в левую часть. Все вещи лежат на своих местах, никаких следов борьбы. Смерть как будто застала мужчин врасплох. Вот эти преступления наводили на мыши, это действительно совершает единственный человек, который занимается вот именно серийными убийствами, связанными вот со стрельбой из какого-то непонятного оружия. Сыщики начали искать ниточку, связывающую два преступления. И тут один из родственников Корупаева рассказал. Да наш дядя Витя был еще тот бабник. Седина в бороду, а все туда же. Даже сегодня, в 21 веке, квартирный вопрос актуален. А тогда, в 70-е, треть страны ютилась в коммуналках. Квартиры не продавались. Их торжественно получали по ордеру. От государства. Бесплатно. Эту квартиру дал мне завод, где я работаю. Бесплатно. Лично моей семье повезло. В пятером мы проживали в трехкомнатной хрущевке. В тесноте, да не в обиде. Не знаю, но радости тогда было больше. Таинственно убитый ветеран Корупаев, холостяк и владелец отдельной квартиры, воспринимался в те годы, как самый настоящий богач. Увы, наивные дамочки не догадывались. Корупаев жуткий скряга. Он не только денег мне давал, он даже не всегда позволял им покушать. Даже стаканы воды одной вот он мне не предложил. Через постель Корупаева прошли десятки одураченных женщин. Кому-то покажется смешным, но для проверки интимных связей ветерана НКВД Корупаева создали отдельную группу. Это была напряженная работа. И крайне неприятная. Копаться в чужом грязном белье. И, наконец, удача. Установили некую Наташу, 45 лет. Василий Романов давал уроки игры на баяне ее сыну. А Корупаев соблазнил. Мы ее с большим трудом, но мы ее все-таки нашли. И когда мы ее нашли, то оказалось, что у нее есть сифилис. В Советском Союзе подхватить сифилис все равно, что получить клеймо. Частных клиник не было. А кожные венерологические диспансеры, КВД, немедленно оповещали об опасном заболевании всех, кого только можно. Слали уведомления на работу, родственникам и негласно участков. Одним словом, позор. Да что тут говорить. Один мой знакомый заплатил за подпольное лечение 300 рублей. Цена нового цветного телевизора, чтобы только никто не узнал. Вот такие были времена. Так что же. Любвеобильный пенсионер Корупаев заразил очередную подругу. Да еще и вытолкал из квартиры самым унизительным образом. Это ли не мотив для мести? Женской мести, которая, как известно, куда изощреннее мужской и не знает пощады. Но вскоре струйная версия рухнула. 78-й год, Москва. Людмила Полаганская снова и снова изучала обстоятельства уголовных дел. И вдруг, обратила внимание, в обоих случаях рядом с трупами находились стрелки от будильника и шестеренки. Что бы это означало? Лишний раз убеждаюсь. Женский ум мыслит неординарно. Следователь Полаганская выдвинула предположение на грани фантастики. Сейчас вы его услышите. И представьте себя на месте ее генералов-начальников. Не исключено, что это может быть именно будильник. Додуматься, что орудием убийства может быть будильник, ну это вряд ли какой нормальный человек. Додуматься, хотя я всегда считала, что следователи самые ненормальные люди придумывают такие версии. Стреляющий будильник. Что за ерунда? Как вдруг события стали разворачиваться стремительно. По московской улице бежал окровавленный человек. Одной рукой он зажимал рану на голове, а другой отчаянно размахивал, пытаясь привлечь внимание прохожих. Смертельный марафон. С пулей в голове по улицам столицы. Майор КГБ. Он не услышал, типа, не часов, а услышал внутри часов щелчок. И стреляющий будильник. Уникальное дело под грифом секретно. Охота на призрака. Как поймать убийцу, который не оставляет следов? 79-й год. Москва. Жители столицы с недоумением провожали взглядами немолодого мужчину, из головы которого хлистала кровь. В образцово-показательной Москве такое происходило крайне редко. Обычный день, днем. Человек бежит. За ним бегут трое. Кричат, держите бодита. Он убегает. Случайные пешеходы в страхе расступались, толком не понимая, что происходит. Слышались голоса. Да это милиция кого-то ловит. Наконец-то. Развелось шпаны. Сил уже нет. Какая это милиция? Без формы. С каждым шагом силы оставляли мужчину. Трое преследователей почти догнали его. В отчаянии он забежал в первую попавшуюся проходную. Но бдительные вахтеры не пустили чужака. Те говорят, давай иди отсюда, пьянь. Выкинули его. Он, так сказать, видя, что приближаются к нему лица, которые хотят его убить, он прыгает под ворота. Вахтеры опять попытались вытолкать окровавленного человека. Но за несчастного вступился кто-то из сотрудников учреждения. А бессиленного мужчину уложили на диванчик, вызвали скорую. А что же преследователи, якобы сотрудники милиции? Потоптавшись у ворот, они вдруг развернулись и поспешили скрыться. Приехавшие врачи констатировали, мужчина в крайне тяжелом состоянии. Среднестерильным ранением был отставлен гражданин, в котором в черепной коробке находилась пуля. К счастью, пуля не задела мозг. Уже на следующий день после операции раненый мог говорить. Пострадавший представился майор КГБ Шереметьев. Майор КГБ поведал удивительную историю. Его пытались застрелить из будильника. Оказалось, сотрудник госбезопасности увлекался коллекционированием редких монетов. Вот и в тот день майор Шереметьев случайно натолкнулся на безобидного, как казалось, коллекционера. Тот показал несколько интересных экземпляров, но добавил, самые ценные монеты хранит дом. И он сказал этому сотруднику, что у него есть вот столько-то таких-то монет, и если он принесет, он мог бы ему продать за такую-то сумму определенную. Через два часа майор КГБ нетерпеливо звонил в дверь нового знакомого. В кармане похрустывала пачка купюр. Но офицера ожидало разочарования. Коллекция была никудышной. И тогда хозяин согласился показать нечто особенное. Он предложил ему послушать звук кремлевских курантов, которые у него якобы, так сказать, производил будильник, изготовленный им самим. Мужчина бережно извлек из шкафа свое сокровище. На первый взгляд, обычный будильник. Чтобы услышать боль курантов, его надо приложить к уху и нажать на кнопочку сверху. Шереметьев так и сделал. Он не услышал тиканье часов, а услышал внутри часов щелчок. И инстинктивно немного отклонил в сторону головы. В это время раздался выстрел. Не дернись Шереметьев в последнюю секунду, самодельная пуля попала бы точно в мозг. Смертоносный металл пробил череп, но прошел покасательный. На какое-то время мужчина потерял сознание. Майор очнулся от настойчивого звонка в дверь. Затем в квартиру вошли какие-то люди. Они стали громко спорить и обсуждать, как избавиться от трупа. Истекающий кровью Шереметьев содрогнулся. Ведь труп – это он. Поняв, что его сейчас убьют, он лишится жизни, он вскочил, рванул на себя дверь, выбежал из квартиры и побежал по улице. На какое-то мгновение все растерялись. Оторопевших мужчин привел в чувство хозяин огнестрельного будильника. Он приказал догнать раненого, а на улице изображать сотрудников милиции. Благодаря чрезмерному усердию вахтеров бандиты едва не настигли майора КГБ. Он в прямом смысле смог убежать от смерти. Квартиру, где произошло нападение на офицера госбезопасности, вскрыли и тщательно осмотрели. Жилье принадлежало некоему инвалиду Ивану Степановичу Скосареву. Хозяина дома не было. Как и следов борьбы. Крови потерпевшего не нашли. Все было убрано, все было промыто, умыто. Никакого будильника тоже сначала дойти не могли. Вероятно, преступник тщательно замел следы и, возможно, уже покинул Москву. Тем не менее, в квартире остались дежурить сотрудники милиции. Прошло трое суток. И, наконец, кто-то заскрипел ключом. Дверь открылась, в комнату вошел безобидный человек со странной формой черепа. Он говорит, на меня никто не жалуется и вообще, так сказать, как вы попали ко мне и зачем? Скосарев вел себя очень уверенно. Значит, так, граждане товарищи, за проникновение в мою квартиру вы ответите, я до Брежнева дойду, а нарушать Конституцию не позволю. Скосарев догадывался, у сыщиков против него нет ни одной улики. Но тут кто-то из милиционеров обратил внимание. Квартира располагается на последнем этаже. Рядом с входной дверью лестница на чердак. Его также решили обыскать. Под балкой в груди ветоши оперативники обнаружили неприметный узелок. А в нем как вы думаете, что? Правильно. Неопровержимые улики. Пачка денег, самодельные пули, порох и тот самый стреляющий будильник. Обыскновенный будильник круглой формы. На ножках таких вот 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 такой вот круглый будильник. Старый формат. Позже эксперты разберут эти часы по винтику. Внутри обнаружат крохотный самодельный пистолет. Спусковой механизм срабатывал после нажатия на кнопку будильника, а пуля вылетала из неприметного отверстия. Именно из этого безобильного на первый взгляд будильника Скосарев расправился с баянистом Романовым и отставным офицером НКВД Корупаевым. Никогда ранее следователям не приходилось сталкиваться с подобным орудием убийства. Иди с этим будильником куда хочешь. Тебя никто не остановит, тебя никто не задержит. Ты в руках не терпит кирпик. Но это смертельное оружие. Очень серьезное смертельное оружие убойной силы. Но что двигало инвалидом? Для чего он изготовил адскую машину? Однако оказавшись в камере Скосарев замкнулся и отказался отвечать на любые вопросы. Лишь пробурчал тайну унесу в могилу, а вам ничего не скажу. Людмила Полаганская вспомнила. Тихий инвалид Скосарев уже попадал в поле зрения оперативника. Он был дальним родственником убитого ветерана НКВД Виктора Корупаева. И тогда год назад изо всех сил старался помочь следству. Он на меня произвел впечатление такого доброжелательного мужчины средних лет, который с удовольствием рассказал все о личности Корупаева. Сыщики были благодарны Скосареву, ведь это он сообщил о неблаговидной личной жизни покойного. И тем самым пустил следствие по ложному пути на несколько месяцев. Но вести задушевные беседы в качестве обвиняемого Скосарев не собирался. На огнестрельных часах эксперты обнаружили множество отпечатков арестованного. Но Скосарев упрямо опровергал даже очевидные факты. Какой будильник? Какие убийства? Не знаю я ничего. И знать не хочу. Невинного человека в казематах держите. И тогда сыщики решили взять упрямца на испуг. В общем так, гражданин Скосарев, вот постановление прокурора. Сейчас вам будет введена сыворотка правды. Препарат новейший, секретная разработка. Через полчаса вы уже не сможете врать. Правда могут быть осложнения. Какие осложнения побледнел Скосарев? Да разные. Инсульт, инфаркт, паралич. Отломили ампулы и стали наполнять шприцы. Вот здесь как бы у него уже все заиграло внутри. Серийный убийца очень дорожил своим драгоценным здоровьем и раскололся. Дал подробные показания. С самого детства Иван Скосарев интересовался различными механизмами. Особенно ему нравилось чинить автомобили. Права он получил уже в 18 лет. В институт поступить не успел, был призван на срочную службу. И случайно его берут туда в контрразведку по работе непосредственно в Китае. вероятно там же в Китае он детально разобрался в принципе действия огнестрельного оружия. Вернувшись на родину Скосарев устроился на работу в таксопарк а вскоре женился. Жизнь текла своим чередом до тех пор пока не произошла страшная трагедия. Кто и за что удалил ему половину мозга? и почему он решил убивать? Охота на призрака неожиданный финал уникального дела. В архиве ГАИ мне удалось найти материалы того происшествия. Скосарев отвозил на вокзал семью из трех человек мужа жену и десятилетнюю девочку. На крутом повороте машину занесло она пробила чугунное ограждение и свалилась в реку. В страшной катастрофе все пассажиры погибли. А за жизнь Ивана Скосарева врачи боролись несколько недель. Ему была произведена трепанация черепа и полголовы так говорится удиол убрали. Можно ли оставаться полноценным человеком после удаления части мозга? Меня заинтересовал этот вопрос и вот что я выяснил. Оказывается за главные физические функции отвечает гипоталамус. Это сердцевина нашего мозга который составляет всего 5%. Теоретически весь остальной мозг можно удалить и организм будет работать. Но как растение лишенное всякого разума. Считается что левое полушарие отвечает за логику а правое значительную часть которого Косареву ампутировали за эмоции. Первую перемену в характере мужа почувствовала жена. Минуты нежности безвозвратно ушли в прошлое. Зато Иван стал требовать идеального порядка. Каждая вещь должна лежать на своем месте. Во время обыска Людмила Полаганская поразилась фантастической чистоте. Все очень было ухоженно. Очень ухоженно. Не то, что там какой безлам нет. Очень ухоженная хорошая квартира. Чистенькая. До ни разу не поднимал руки на жену. Но потом хладнокровные избиения стали регулярными. Жизнь женщины превратилась в ад. Она такая забитая женщина, маленькая, небольшая, росточка, такая худенькая. Забитая женщина. И она боялась поперек слова-то в общем-то ему сказать. Не выдержав издевательств, жена ушла жить к родственникам. Но жизнь Скосарева не стала спокойнее. Наоборот, по ночам его начали посещать жуткие кошмары. Мертвые пассажиры, которых он так и не довез до вокзала, обступали его со всех сторон. В этот момент в искромсанной голове Скосарева и зародилась жуткая идея создать мощное, но незаметное оружие. Я думаю, что все-таки это плод болезненных фантазий, пристрастий, каких-то страхов, что, наверное, послужило после вот этой травмы и изменения психики. Оставшаяся половина мозга, отвечающая за логику, прекрасно справилась с задачей. С тех пор Скосарев всегда держал огнестрельный будильник у изголовья, готовый дать отпор в любую секунду. Но вскоре безумного изобретателя стал мучить вопрос, а сработает ли его будильник? Можно ли с его помощью действительно убить? По-настоящему? Ну, ему очень хотелось проверить, как у него получается это. Вот он сделал, и ему хочется проверить. Испытать оружие Скосарев решил на давнем знакомом, боевисте и часовщике Василии Романове. Зайдя в гости, похвастался. Вот, смотри, сам своими руками изготовил будильник, а вместо обычного пронзительного звонка мелодичная трель. Приложи к уху, послушай. Романов, любитель всевозможных часов, приложил, а Скосарев незаметно нажал на тайную кнопку. После этого убийца вспомнил про дальнего родственника Корупаева. У того наверняка есть солидная заначка. отставной офицер НКВД с удовольствием согласился послушать будильник с перезвоном. И на этот раз сам нажал на тайный спусковой крючок. После убийства Скосарев вытащил из бумажника Корупаева 200 рублей. У него, конечно, меркантильная материальная заинтересованность была. А вы знаете, в чем дело? Для него главный вопрос был, что он сделал то, что никто никогда до него не делал и делать не будет. Скосарев окончательно уверовал в собственную безнаказанность. Он задумал поставить убийство на поток. Решил выдавать себя за коллекционера и заманивать состоятельных клиентов на дом. Прослушивание будильника, конечно же, входило в обязательную программу. Возиться с трупами Скосарев не хотел. Для грязной работы он нашел помощника. Оставалось установить, причестен ли Скосарев к нападению на профессора Капицу. Ведь здесь речь шла не о будильнике, а о жестоком нападении с топором. Но тут убийца не испугался даже сыворотки правды, а откровенно заявил «не скажу». Почему? Боялся чего-то больше собственной смерти, не хотел рассказывать об ином секретном изобретении, которое, возможно, не оценил известный ученый? Это так и осталось загадкой. Перед отправкой в больницу серийного убийцу перевели в камеру с душевнобольными преступниками. И тут случилось непредвиденное. Один из сокамерников ночью напал на Скосарева. Внезапно и быстро охрана не среагировала. Кому-то из этих заключенных, ну, тоже человеку с расстройственной психикой, уже признанного невменяемым, набросился и задушил его. Среди сотрудников еще долго гуляли слухи, что жестокого изобретателя специально убрали. Слишком много знал. Так это или нет, неизвестно. и все-таки справедливое возмездие свершилось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok